всем привет сегодня у нас 19 июня 19 июня тема у нас напомним немножко про патенты есть какие будут вопросы патенты торговой марки патент пендинг регистрации торговых марок и все связано с этим потому что периодически вопросы накапливаются то ли люди новые приходят то ли старые не читают я сейчас связан с этим потому что периодически вопроса на не то нажал извиняюсь принципе ссылка на все услуги на все остальное я сейчас группу кину это таблица инструмент она находится в описании группы сейчас я в чат кину думаю основная масса знает но как вот ни странно в любом случае огромное количество людей постоянно напоминает где найти ревью кто ревью делает где наши остальные группы в фейсбуке где там еще что то вот так что это как бы основной документ что-то мне там докидывают я поставить добавить если что то важно есть я туда добавляю если кто люди хотят что-то себя отрекламирует там я не знаю вот пишите пообщаемся рекламу за рекламу денег не беру если на это можно заработать я считаю какую-то рефералку можно с этого получить если это какой-то такой особенный сервис очень востребованный такой специфический любом случае надо обсуждать вот и думаю нормальный 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 интересный вариант есть все что самое интересное самое важное для новичков там есть все что нужно для специалистов новыми на там юристы какие-нибудь принципе тоже есть но можно добавлять до бесконечности включая значит наш микро презентацию прям совсем микро все включил добрый день добрый вечер вот на суток давайте стандартный без несколько важных фактов процесс регистрации занимает от семи до 24 месяца это конечно предел это когда есть куча проблем когда есть продвижение находят подобные знаки проблемы с классификацией в принципе вот это вот основные проблемы которые бывают при регистрации сразу же после подачи документов получаете регистрационный номер и можете писать патент пендинг и использовать символом регистрация распространяется только на сша или на европу зависимости куда вы подаете для того чтобы правильно скажем так подать документы в первую очередь нужно сделать поиск и классификацию для классификации что-то классика есть международная классификация товаров и услуг с ней в общих чертах то можете ознакомиться на сайте м м к . это международная классификация она значительно изучается по американской но в общих чертах для того чтобы понять куда относятся ваши товары вы можете посмотреть на этом сайт то есть важно понять если у вас два или три товара относятся ли они к одному классу если они к этому классу то вы платите всего лишь 275 долларов если они относятся к двум классам то за каждый класс вы платите по 275 долларов предупредительный поиск стоит у нас 100 долларов по результату поиска мы можем сказать точно сколько сколько классов у вас то есть сказать вам точную цену на которую нужно будет при регистрации и не сказать вам вероятность с которой можно будет зарегистрировать торговый знак либо можем вам сразу сказать что у вас будет стоп-процентный отказ нужно делать искать новый товарный знак либо делать ребрендинг переделывать логотип и так далее бывает и такое то есть 400 долларов за наши услуги плюс по 275 долларов за каждый класс еще раз вернулись к тому что нужно для того чтобы начать поиск в первую очередь нужно название знаков если есть логотип приложить изображение также перечисления товаров желательно ссылка ссылками ссылками а амазона если вы продаете то ваши ссылки если нет то хотя бы так же важно понимать что есть два варианта подачи первое это когда вы уже продаете он является самым дешевым и более надежным то есть это складывается в принципе из такс 400 плюс 275 если же вы еще не продаете то после получения решения о выдаче торгового знака у вас будет еще 6 месяцев на то чтобы подать заявление о том что вы начали торговать это заявление стоит 200 долларов если бы точнее 125 плюс сейчас были повышения такс это наша такс это будет данный срок на 6 месяцев можно продлевать к то есть данный срок можно продавать на полгода 6 раз каждое продление стоит 250 долларов за класс то есть если у вас два класса по которым по которым вы еще начали торговать или хотя бы один почитайте это 275 плюс 200 долларов через 6 месяцев нужно будет подать еще для того чтобы подать документы в первую очередь нужно ваше имя как загранпаспорте и адрес желательно иметь американцы если его нету то мы его предоставим в принципе есть кто-то не знакомый сайт шип то есть он где можно получить американский адрес и получать письма посылки и потом переслать их в вашу страну где выходит и что касается процедуры регистрации предварительный поиск срок долларов включает он длится около недели может быть можно его ускорить за 60 долларов подача документов 675 долларов то есть как я и говорил у нас больше 675 она складывается из такс это плюс 775 за каждый класс напомни еще что бывает варианты могут людей в заблуждении вести более дешевый более дорогой вариант ну и стандартные варианты часто практикуется допустим самая дешевая подача 225 долларов это скажем так даже не рекламный ход а обманом я бы так это назвал то есть вам вы просто подаете документы где нету ни поиска ни классификации ничего и потом за каждые из двух пунктов с вас начинают просто-напросто тянуть деньги причем в таких серьезных масштабах потому что сама просто каждый из этих шагов может обходиться от 600 до 1000 долларов то есть классификация раз поиски и так далее потом еще то что я говорил доказательство использования товара в принципе старайтесь даже если вы не хотите пользоваться нашими услугами или к примеру у вас есть другой вариант нанять адвоката вы должны понимать что в принципе меньше чем за 800 тысяч долларов нормального адвоката который подаст нам документы нельзя то есть американская такса в америке стандарт это где-то в районе тысячи долларов ну если вам повезет вы можете где-то найти кого-то за 800 что еще после процедуры регистрации продается решение либо сразу положительные вы получаете сертификат это значит вам повезло либо бывают возрешенные могут найти подобные торговые знаки очень часто бывает вопрос вернее такие скажем так наивные клиенты которые говорят ну я вот проверил свой торговый знак на сайте USPTO и такого нет все я хочу сразу его подавать на самом деле разница в 2-3 буквы не является разницей знака читается повторем и по нему можно получить отказ не говоря о том что и знаки звучат похоже выглядят с логотипами похоже также есть приоритет допустим знак был вводом в каком-то штате или в какой-то стране к примеру в Германии полгода или год длилась процедура в самой Германии и после этого заявитель имеет право перейти на международный уровень к примеру на федеральный в США или на международный из Германии в США и он появляется в базе данных в USPTO с датой приоритета которая была год назад у него в Германии то есть почему даже само USPTO берет такой срок на экспертизу минимум 6 месяцев потому что они ждут пока всплывут все вот эти вот торговые знаки с приоритетами это то же самое касается и патентов только там временные рамки еще и другие что касается это касается торговых знаков есть у нас патент то есть это подача предварительного патента данная услуга позволяет вам в первую очередь бронировать право на подачу через год или раньше настоящего патента то есть допустим у вас есть товар который является либо каким-то вариантом дизайна либо технические решения и вы запустили продажи и смотрите что товар уже хорошо скажем так приносит хорошую прибыль но либо вы еще хотите подумать либо нет денег на патент потому что патенты в сша являются довольно дороговатой услугой то есть при процедуре подачи предварительного патента у вас есть право подумать один год но дата приоритета у вас будет именно та которая была год назад допустим по прохождению 11 или 12 месяцев грубо говоря года вы можете спокойно перейти на подачу патента с приоритетом годовалой даты либо в принципе само понятие патент пендинг довольно таки успешно отпугивает всех пейджетеров и так далее процедура подачи патента дизайна предварительный поиск тоже стоит от 100 долларов занимает он до двух недель тоже можно ускорить за 60 долларов в принципе при патенте на дизайн нужно ориентироваться где-то на сумму от 1750 долларов патент на дизайн давайте сразу объясню между патентом на дизайн и патентом на изобретение есть очень хороший пример очки Polaroid форма очков патент на дизайн поляризованные стекла это патент на изобретение патент на изобретение значительно дороже патентов чем патент на дизайн если патент на дизайн можно ориентироваться на сумму от 1750 то патент на изобретение в принципе нужно ориентироваться где-то на сумму 4-5 тысяч долларов это только от это причем простейшие изобретения типа скрепки переключателя там розетки что-то такое довольно таки примитивное в принципе для поиска даже я могу посоветовать всем нашим клиентам можно очень просто сделать предварительный поиск который даст нам какое-то понятие о вашем товаре и на правильном ли идти то есть в принципе в первую очередь когда вы выбираете товар спросите у самого поставщика запатентован ли он обычно они это знают у них есть китайские патенты взять у них номера этих патентов это прощает задачу при поиске и так далее даже на самом сайте амазона вы можете забить в поиск ваш товар со словами патент рендинг или и выписать списки ваших конкурентов которые уже скажем так имеют права на директорную собственность либо в процессе ее регистрации часто можно сразу же понять если у человека там написано патент и его номер вы видите что у вас точно такой же товар то как бы даже поиск не надо делать сразу же понять ниша закрыта тем более если допустим это какая-то серьезная компания корпорация с торговым знаком с патентом то это 99 процентная гарантия что в данной нише будет очень проблематично торговать так также для поиска по патентам нужны ключевые слова на английском в принципе от точности задания вами ключевых слов будет и получен настолько же будет точным результат ну нужно еще уточнить что в принципе таковой поиск что патентный поиск что поиск по торговым знаком он действительно на день его проведения потому что буквально на следующий день могут быть выкованы куча торговых знаков или патент поэтому когда вот проводится поиск по торговому знаку желательно сразу же на следующий день подавать документы в базу ЮСПТО я понял давай тогда что тут по большому счету вопросы допустим тебя а я уже отвечу на какие там текущие вопросы если будут по патентам есть какие-нибудь вопросы Саша отпустим так я сейчас покажу еще раз где у нас это все находится так а а а а а а у а и и а Ну, давайте я пока добавлю еще пару слов. В принципе, при регистрации торгового знака, вернее, даже при его процессе создания, важно знать несколько моментов. В первую очередь, слова желательно подбирать какие-то, скажем так, либо синтетические, либо фантастические. И желательно комбинацией двух слов. Два слова, в принципе, являются оптимальными, и для них больше шансов на положительный результат. Также при выборе торгового знака нужно следить за шрифтами, бесплатные шрифты. Бесплатность шрифтов можно проверить на сайте myfonds.com. Можешь ссылку скинуть? Что? Ссылку скинуть. А, да, все скину. В комментариях поставлю. Ну, да, да. Также вот при создании логотипа нужно понимать, что не стоит обращаться, скажем так, к каким-то потоковым агентствам, приватерам и так далее. Потому что, в принципе, у них стоит задача просто штамповать эти логотипы для разных клиентов. Они не делают их уникальными, потому что они считают, ну, ход их мыслей приблизительно таков. В одном городе может быть такой же логотип, в другом, другой вовсе может быть тоже с похожим логотипом. Для них это не... они не работают с принципом уникальности. Вам же при создании логотипа нужно найти дизайнера, который и предупредит его, что вы делаете данный логотип именно для регистрации торговой марки, чтобы он вам сделал его уникальным. Как проверить уникальность логотипа? Очень просто. Вы берете картинку, правый клик, найти картинку в гугле. Если он находит подобную картинку, значит, ваш логотип не уникальный. Принялся к... Ну, понятно. Так, я вот по экрану покажу, где у нас таблица. Я много раз показывал, но еще раз покажу. То есть, если контакты нужны бы, чтобы меня не спрашивать, Кардорос. То есть, у нас здесь есть услуги конкретные. И здесь вот как раз, Александр, все услуги там, ценники там, я не знаю. Ты, Саша, проверял ценники? Ты там все правильно там? Да. Продержал пару месяцев, двое, пару недель назад. Вот, сегодня проверил. Проверь, пожалуйста. Если что мне напишешь, я все исправлюсь, я где-то ошибся, там неправильно скопировал или еще что-то. То есть, если какие-то вопросы будут по услугам, здесь вот подробнейшим образом все расписано. Вот, и вообще, как бы в этой таблице она как бы инструмента является. Таблица инструмента для того, чтобы все было в одном месте, удобно и компактно. Безлишне, так скажем. Так, ждем пару минут. Вопросов нет. Ну, значит, Саша, отпускаем. Если есть вопросы ко мне, пишите. Может, что-то срочно есть такое. Хорошо. Всем доброго вечера, удачи в бизнесе и в торговле. Все, Саша, пока тогда. Да? Да, да. Если что, я переведу, соответственно, на тебя. Конечно. Договорились. Все, пока. Если какие-то ко мне вопросы, я не знаю, по продвижению, по выбору товара, по листингу, просто не пишите конкретно, не хочется просто так в песок рассказывать. Раз, раз, раз. Как Саша начнет рассказывать, у нас всегда очень мало людей. Не готов народ на торговой марке, по всей видимости. Бренд-трегисты подостыли. Плюс еще летний сезон. Ну, мы просто напоминаем, что такая услуга есть, чтобы 10 раз одно и то же не спрашивать раз в месяц, я стараюсь как бы напоминать о всяких таких вот специфических вопросах. Ну, и так понимаю, и ко мне вопросов тоже нет. Сегодня у нас будет самый короткий лайв за всю историю. Ну, подожду еще пару минут. Ждал-то вопроса. Вопрос такой, что я обещал, рассказаясь по продвижению на первой странице. Ну, постоянно какие-то изменения. Вот сегодня мне те люди, которые занимаются продвижением, написали, что не хотят заниматься продвижением. Им это неинтересно. То есть, занимались-занимались, я не знаю, в чем проблема. Сейчас они мне доведут несколько ключей на первую страницу. И пока на паузу, там, я не знаю, летние каникулы хотят устроить. Ну, до лайва мне как бы вот так вот меня порадовали. Ситуация вот такая. Я не знаю, в чем проблема. Узнаем, спрошу вам, подпишусь. Я не могу на них повлиять никак. Вот. С чем причина, тоже не понимаю. Я уже устал анонс писать, просто я знаю, насколько это востребовано. Это мне нужно, многим нужно. Я хотел по этому поводу сказать, никогда в своем продвижении я не использовал на 100% индус. Никогда. Индус – это просто инструмент. Он, можно его назвать запасным вариантом, можно его назвать страховочным вариантом. Можно сказать, это как катализатор усиления и так далее, и так далее. Просто, когда он есть, я абсолютно спокоен практически. То есть, там, КПД продвижения поднимается просто в разы. Потому что, на самом деле, очень сложно многие товары продвигать через выкупы. У людей не хватает на это денег. Потому что мы не знаем, так же, как с PPC, сколько нам надо раздать, чтобы получить какой-то результат. И мы можем реально ошибиться. Мы можем не по той фразе пойти. Вот сегодня только что созвонился с человеком, он продвигал ключи, выдвинул два ключа на первую страницу. Топ-6, топ-10, по-моему. Ну, неважно, примерно вот так. И продаж все равно нет. И мы как раз сейчас с ним разговаривали о чем? В ситуации, когда мы продвигаем. Наша первая задача – это получить трафик. Когда мы получаем трафик, то есть, мы получаем первую страницу по каким-то ключам. Мы что должны смотреть? Бизнес-репорт и должны смотреть сессии. Сети покажут, насколько у нас увеличился трафик. Если у нас трафик увеличился, значит, мы, можно сказать, с КТРом работаем. То есть, это показы и клики. Что влияет на клик? В первую очередь, фотографии. Вторую – это цена. Или звездочки. Качество звездочки или количество звездочек. Бывает соотношение. Каждый покупатель смотрит по-своему. Кому-то уже обжегся на положительных отзывах. Кому-то, наоборот, везет. Кому-то цена очень важна. Кому-то она не важна. То есть, все по-разному. Но в первую очередь, чтобы кликнули, это, естественно, фотографии. После того, как сессии увеличились, мы, соответственно, идем уже в листинг, смотрим, что с буллетами, что там происходит. Но вот у этого человека сессии не увеличились, и мы, соответственно, сейчас будем бороться с первым этапом. Трафик получили, нам надо срочно повышать сессию. То есть, надо решать проблему по мере поступления. Мы, соответственно, сейчас будем бороться с увеличением трафика. В первую очередь, естественно, работать с фотографией с первой. То есть, будем переделывать, что-то там придумывать. Вот. Начал он, в первую очередь, с цены. То есть, до этого товар у нас сработала цена великолепно. Просто тысяча штук улетел за пять дней с другим товаром, с этим человеком. Вот. Это все бьюти. Там обороты бешеные. То есть, там главное зацепиться. Но вот второй товар так не пошел, цена опустили и не сработало. Работаем с фотографией. Ну вот. Что будет дальше? Посмотрим. Может быть, потом расскажу. Сейчас пока такая ситуация. Вот первая страница ничего не дала. Да, вывели в конкурентные ниши на первую страницу нормальным листингом, нормальными раздачами, правильными по заданиям и всему остальному, получили результат. Но он ничего не гарантирует. То есть, надо двигаться дальше. Надо понимать, что делать. То есть, если это не получилось, надо понять, почему. Следующее действие, следующее действие, следующее действие. И это работает. Вот. А индусы как раз, если бы они были, мы бы как раз их, вот когда у нас уже бюджет эти кончились, и там план А, Б, С там прошел, мы начинаем уже идти к индусам. Вот. Так что так. И мы не дергаем те фразы, которые мы уже зацепили. Так, значит, дальше. Так что по продвижениям извиняюсь, что я поднял как бы эту самую волну. Но вот такая на данный момент у меня ситуация. Я сам, честно, могу сказать, что я в таком маленьком шоке. Вот. Я просто не понимаю. То есть, вроде заработок нормально, все нормально. Но мне объясняли они, что они работают вручную в большей степени. И причем ручная работа высококвалифицированная. То есть, заменить, кому-то это дать, научить очень сложно. И, короче, вот такая история. Так. Есть сейчас альтернативные сервисы по продвижению. Что скажешь о Friendly SEO? Ну, с Friendly SEO ребята ко мне обратились. Они у нас были по бестселлерам. Они первый раз, когда пришли ко мне по бестселлерам, я им сказал, что это какой-то архаичный способ. Вот. Но давайте попробуйте. Они выставили, и очень был большой спрос на них. Я не знаю, почему. Я слышал, у меня есть товарищ, который говорит, когда значок бестселлер, там, в два раза продажи поднимается, там, и так далее. Ну, не знаю, как у всех, Amazon Choice, у меня вот как раз эти же ребята, говорят, поднимали. Вообще эффекта ноль. То есть, на ком они пробовали, эффект ноль. Потому что Amazon Choice дается на конкретный ключевик. То есть, товар на определенный ключ. Вот. Ну, говорят, эффект ноль. А бестселлер вроде как бы работает. Они поработали за все время, я не знаю. Один человек у меня был, хотя спрос был огромный. Я не знаю, как они там. По серым схемам, мимо меня, наверное, то есть, все это проходило. Я, короче, ничего не могу сказать. Вот. Один человек прошел, потом я ему вернул деньги. Там гарантом был я выступал. Деньги платили мне, 500 долларов. 250 я им отдал на работу, потому что там надо было делать выкупы, технические какие-то дела, лисинги писать. Вот. И 250, соответственно, я как бы гарантировал. И человек ко мне обратился через месяц, сказал, что у них ничего не получилось, я ему вернул 250 долларов. Все. Все наше сотрудничество закончилось. Потом они какое-то, через какое-то время пришли обратились ко мне, что они нашли программистов, которые все это делают. Вот. Ну, альтернативы не было никакой. Я как бы это самое. Ну, в любом случае спрос огромен. Я не против, то есть, прибыли по доходу лично мне там просто копейки были. Вот. По гарантиям, соответственно, тоже непонятно, потому что 1200 надо было отдать программистам 1000 долларов за какие-то покупку компьютеров каких-то. Я вообще не понимаю, что за бред, потому что если программисты впрягаются в это дело, у них должны быть все эти вещи. Они же не на телефоне же всем этим занимаются просто. И опять же, это их как бы работа, это их проблема, е-мое, что у них там нет, постоянно свои деньги покупать и зарабатывать. Все, я считаю, должны зарабатывать пропорционально своей работе. Вот. Вот. Но в любом случае мы на это согласились, потому что не было альтернативы. После этого началась ситуация, что постоянно начали правила меняться, 1200, потом 1500. Вот. И я как бы это самое, с ними, можно сказать, повздорил, мягко говоря. То есть, я говорю, мне это неинтересно. И плюс, я еще раз говорю, кто ко мне обращал, всем говорил, я ничего не гарантирую, потому что у меня денег вообще нет. Все деньги идут через них. Потому что суммы большие, надо их сразу отдавать почему-то программистам, когда они нихрена еще ничего не сделали. Ну, просто. Я работаю исключительно по одному принципу. Я являюсь гарантом. После этого я получаю за суету, за бухгалтерию, что я это веду. Вот. Я получаю какой-то релти, реферальную ссылку там и так далее. Все. Но если через меня деньги не проходят, как я могу это гарантировать? А у этих чуваков, у них такой подход, что там, я не знаю, деньги взял, отдал куда-то. Я им по этому поводу сказал, если ты зарабатываешь 200 долларов с 1200, это нездоровая фигня. И как ты можешь прогарантировать, если они, программисты не выполнят работу. Например, ты соберешь 10 человек, 12 тысяч долларов. Я не знаю, чем он будет отдавать. Ну, вот. Так что, ну, они почему-то были очень уверены, что все это получится. Ну, какой-то такой бред какой-то несут. Потому что, ну, как можно на 100% в чем-то быть уверенным. Тем более в таком деле. Вот. Ну, это именно говорит о некомпетенции для меня лично. Мы как бы разошлись, потом чуть поругались. Вот. Потому что я их тут выкинул. Они тут спамили в группе. Ну, ничего такого нет. Как бы. Работайте, кому нравится. Мне, соответственно, мне неинтересна эта тема. Вообще, в принципе. Вот. Новых людей нашел. У меня всегда условие одно. Если я гарантирую, деньги лежат у меня. И мы, соответственно, по выполнению работы уже расплачиваемся с исполнителями. И человек-заказчик как бы, ну, на 100% в этом отношении защищен. Я считаю, так должно быть. Бывает, конечно, и здесь эксцессы, всякие проблемы, непонимания и так далее. У меня были ситуации, когда я людей вообще понять не могу. Просто, ну, я лично им больше в жизни помогать не буду. Люди, когда, ну, я не знаю, там, типа, например, когда ты сделал продвижение, не обещал, там, например, там, я не знаю, какой-то уровень продвижения определенный, а не успел продвинуть, потому что людей просто в аутов сток вылицало. Ну, и люди еще и деньги вернули. То есть, они говорят, возвращайте деньги, потому что вы нас недовывели. Ну, я считаю, это наглость просто. Ну, такое, как это, я не знаю. Просто с такими людьми я никогда в жизни работать больше не буду. Ну, вот. Так что люди разные. Мы же, в принципе, двигаем-то не для того, чтобы там какие-то места занимать. Ну, вот. А для того, чтобы продавать. Если человек уже все продал, но... Ладно. Посеву я как бы сказал. Я за них... Не то, что там слово замолвится. Я бы с ними не связывался в любом случае однозначно. Потому что деньги надо платить по выполнению работы. А у них ни репутации нет, ничего. Они вообще никто просто. Ну, просто люди из Фейсбука, они сегодня аккаунт закроют, завтра они по-другому будут называться. Я их не знаю. Так, дальше. Денис, расскажите про услуга. Создание лисинга. Подробнее разница между базовым и люксовым вариантами. У нас нет больше никаких бразовых, люксовых. Вот. Потому что, ну, я выставлял в виде теста 50 из 100 долларов. Ну, просто сами поймите. Ну, Эмпа делает лисинги за 500 долларов. Вот. Мы думаете, что в 10 раз хуже делаем Эмпу, что? Ну, я считаю, ему несколько раз лучше делаем. Могу и так заявить. Ну, вот. Из-за этого я их видел, лисинги. Я не знаю, мне они никак. Вот. Я понимаю, что лисинги – это вкусовщина. Это совокупность SEO и какого-то литературного там слова. Ну, когда лисинги с грамматическими ошибками, как мне говорят, я не знаю. Мне все равно. Ну, в любом случае, мы не в 10 раз ходим. Сейчас на данный момент у нас лисинга просто стоит 100 долларов и все. Потому что человек, который из Америки проверяет лисинг, ну, ему надо заплатить. Человек, который SEO это делает, ему надо заплатить. То есть, в любом случае, ну, это не серьезно. Просто мы и так там копейки платим. Ну, вот. Спрос как бы есть. Сделали 100 долларов. В принципе, я считаю, это справедливая цена. С 50 долларами просто люди попробовали, поработали, говорят, блин, ну, это что-то время мы более много тратим, а понтов никаких. По вскрытию лисингов, кейвордов, серфтерм. Есть разные варианты. Я делаю два лисинга за… два лисинга за 500 долларов. Есть компании, которые делают лисинг за 10 долларов. Один лисинг. То есть, получается, два лисинга за 20, мы за 50. Я с этой компанией на данный момент веду переговоры, чтобы они дали мне там скидку, например, и чтобы мы тоже по 10 долларов делали. Но они никак. Проверять я свой лисинг не собираюсь. То есть, у меня нет. Я знаю, вот за 50 точно делается идеально. Вот. Кому нужно просто. Есть люди, которым нужно качество, есть, которым нужна цена. Вот. С теми чуваками я, конечно, хочу их просто проверить. Вот. У меня есть уже как бы наметки, но сам лично я еще свои там не проверял и так далее. Вот. Но в любом случае есть альтернатива. Никто тут не скрывает, а каждый выбирает свой вариант. Вот. Ну вот. Что еще? В принципе, то есть, по лисингам проработать можно. То есть, мы делаем сейчас лисинг 100 долларов. Если надо вскрывать конкурентов пока 50 долларов. Стремлюсь я, естественно, к снижению себестоимости. Однозначно. Вот. Но. Вы можете, естественно, там купить у парней. Просто и все. То есть, из-за этого тут же конкуренция. Мы нормально работаем. Вот чуваки делают лисинг за 500 долларов, а мы недавно еще за 50 делали. И у них, я думаю, заказов раз в 100 больше, чем у нас. Ну, в 10 точно. Из-за этого, блин. Я просто могу вам сказать. Я не считаю, что дороже это лучше. Я знаю просто, почему мы стали лисинги писать. Потому что на это реально есть спрос. А мы лисинги. В момент обучения просто. У меня такая концепция, чтобы люди сами его писали. И понимали, что им никто бесплатно писать так не будет. Киворды искать, ковырять. Но. Я понимаю, у кого десятки лисингов, например, в месяц. Но это просто мозги сварятся. И за это надо, чтобы им помогали. Но они должны проверять. Они должны контролировать. Они должны понимать, как это делать. Но не все же у нас консультируются, обучаются и так далее. Соответственно, почему на внешний рынок не вывести нормальную услугу? Я научил, как мы делаем. Как у нас это работает. Из-за этого мы написали, что это дословно. Если здесь я пишу, что пишем всем лисингу по нашей методике. Да, она как бы отработана. Мы по ней запускаем. Да, здесь мы как бы делаем определенный кусок. Там мы потом выбираем ключи. То есть мы даем таблицу, даем показатели. То есть помимо... Мы делаем... Кстати, Fiverr, например. Fiverr вы даете ключи, они вам пишут лисинг. А киворды они не делают. Основная масса, по крайней мере, звезды. Мы же делаем еще киворды в основном. Лисинг – это 70% киворда. Подход кивордов тоже у всех разный. Потом, что еще у нас? Помимо кивордов мы даем таблицу с данными. Это данные мерчинворда средних продаж по Амзескопу. И этот, как его звать, и личного конкурента. То есть от этих данных вы можете тоже оттолкнуться. Мы не с воздуха берем киворды или там откуда-то их там клепаем. То есть это в любом случае. Нормальный лисинг написать, этот день надо потратить. Это высококвалифицированная работа, это не просто так. И найти американца SEO-шника, ну я знаю, мне посоветовали товарищи, это минимум 200 долларов. Американцы за 200 кивост, а у нас тут красавцы за 500. Я, конечно, не знаю. Я знаю, что Зонблаз делает, мне сказали, 700 или 800 с анализом конкурентов. Но я тоже могу проанализировать. Вот. Так что ничего такого нет. Ну посмотрите в первую страницу, вот ваш анализ. Мы, естественно, анализируем. Мы буллеты как пишем. Мы пишем. Смотрим все преимущества конкурентов. Что они буллеты как пишут. Мы смотрим все недостатки конкурентов, что отрицательно пользуют. Соответственно, из этого исходя, делаем буллеты, опираясь на все недостатки, что у нас их нет. И не забываем про те преимущества, которые они указывают. Плюс прописываем ключевые запросы и, соответственно, переводим это потом еще на разговорный американский язык, чтобы у нас человек на американский перевел. То есть подход вот такой. Думаю, достаточно рассказал по этому поводу. Полисингу рассказал, кто такие индусы или в чем они такие варные специалисты, что происходит к ним обращаться. Нет, а сейчас просто их нет. Индусы это одни из первых индусы, пакистанцы. У них дешевая рабочая сила. Они в ручном режиме нагоняли трафик. Сейчас они это сделать не могут. Ну, то есть работы нет. Тактика эта сломалась. Из-за этого все до одного продвигальщика, все наши вихри, ураганы, что там еще было, все встало. Или поднялась по бешеному себестоимость, или не хватает мощи, потому что там много всяких нюансов. Мы работаем. Да, вот в мае весь был карусель, сверху вниз кидали аккаунты, листинги, вверх-вниз, вверх-вниз. Сейчас как-то стабилизировалось, но легче от этого не стало. То есть Амазон нашел способы, как с этим бороться. Разные ребята обращаются, пытаюсь, я просто реально ждал быстрого решения, наверное, сам торопыжничал и от этого как бы страдаю. Но больше так делать не буду. Теперь сначала буду 10 раз проверять, а потом буду анонсы, рассказать и так далее. Потому что, ну, вот так вот не срастается что-то никак. Так что ничего в них важного нет. Давно уже русские, белорусы, украинцы, там, я не знаю, казахи и все остальные этим уже занимаются. Переняли технологию и делают не хуже них. Делали. Сейчас никто делать это толком не может нормально. Нет такого качественного, а есть качественный сервис по выкупу с объемой по 20-30 товаров в день. Ну, наверное, какой-нибудь зонбласт. Я не знаю, они раньше делали нам чист купоны выкупы, теперь они делают выкупы. Вроде просто, но я таким сервисом не обращаюсь, просто это, ну, оно не стоит этих денег, просто и все. Ну, вот завтра будет форум, там они будут опять рассказывать, так что в записи посмотрите, кто там не будет. Вот, посмотрите, что они там будут рекламировать опять, что они туда приезжают. Рекламируют, покажут, узнаем новые услуги, что они новые делают. В принципе, интересно. Я туда не пойду, пойдет место меня. Я договорился с моим партнером, вот, по обучению Евгении. Соответственно, узнаем. Я думаю, его приглашу, думаю. Вот я Игорю сегодня предложил, Кустову, чтобы он это самое рассказал. Там еще, там, Артем Коршин там обещался рассказать впечатление, там, Денис Улимченко там будет. То есть, я думаю, после форума много людей придут и расскажут по ситуации, потому что у всех будет свой опыт. Вот, все, каждый пообщается со своими друзьями. Сегодня, там, у них, там, вечеринка, завтра, грубо говоря, форум. Так что, думаю, будет интересно. И мне просто очень далеко ехать, ну, просто нереально. Очень удобно. С Сверстер мы, естественно, работаем сами. В этом есть и смысл, это основная работа. Ну, вот, я из-за этого говорю, что на Fiverr просто делают, просто пишут какие-то тексты. Кто их продвигать будет, как продвигать, где ключи. То есть, мы им должны дать ключи, а они что-то там напишут. Несерьезно. Ну, вот, есть люди, которые пишут, там, не пойми, чего. Я вам могу сказать, кстати, по вскрытию ключей на данный момент тренд идет жесткий. То есть, из 70% взломанных серфтермов конкурентов, на это, я не знаю, там, 50 символов строчка. Одно слово, два слова, три фразы, две фразы, одна фраза. Ну, то есть, просто вот, вообще в Сверстерме ничего не пишут. То есть, очень маленькое количество ключей. Очень маленькое количество символов. Вот, и мы очень сейчас режем, режем, режем. То есть, наша задача, чтобы максимально, максимально наш товар индексировался, мы делаем короткие буллеты, короткие серфтермы. Ну, в меру, естественно. В меру, но в любом случае, то есть, тренд в эту сторону идет. Чтобы максимально мы индексировались. Потому что, ну, мне вполне, если честно, могу сказать, вот я сейчас товар запускаю, там, 20-30 ключей на первой странице, да мне за глаза. На самом деле, вот сколько я занимаюсь этим, я невеликий специалист, никогда этим не занимался, и мы нигде не обучались, никаких курсов не проходили. Просто методом научного тыка и наработки вот этого опыта, десятков аккаунтов, десятков товаров, там, сотен товаров, прогоняли разные схемы. И к этому шли. Ну, естественно, читаем там информацию, там, люди пишут, рассказывают, правила Амазона меняются, там, алгоритмы меняются. Ну, вот это и пользуемся, и, соответственно, испытываем. Просто на практическом опыте. Без какой-либо воды, там, лишней, вот этих разговоров и всего остального. Тем более, рядом, вокруг нас крутится огромное количество действительно серьезных специалистов, которые также подсказывают, на что надо внимание обратить. Ну, вот, или что-то получилось, надо попробовать. Вот, пробуем. Не боимся, пробуем. Ну, вот, если будет индексироваться, у меня 20-30 ключей на первой странице, будет ништяк. А если смотреть по ключу, ну, я не знаю, как вы смотрите, но, на самом деле, высокочастотников, таких серьезных, я, ну, это в среднем. В основном, это 1-3, ну, 5 я даже не вспомню. Вот 1, 2, 3, это вот стандарт. Ну, вот, бывают ключи просто в виде двух слов, например, а бывают ключи вообще одно, а и когда из одного слова. Ну, например, там, какой-нибудь, как вот я люблю, Tumblr, Caps и Mac. Вот, то есть, совершенно разные слова, но они в любом случае близкие достаточно. Вот, а бывают там, ну, какие-нибудь, там, я не знаю, Solar, LED, Solar, Light, Solar, там, еще что-нибудь, Sensor, там, ну, то есть, вот, то есть, такие слова уж, которые из двух, из трех, там получается вообще вот эта вот каша из, из зеркал просто, меняются места, но бывает, мы смотрим здесь очень внимательно именно на выдачу Амазона, то есть, вставляем просто в реальном времени и смотрим. Если выдача серьезно отличается, мы эти ключи оставляем. Если отличается не сидом, мы их выкидываем. Ну, вот, Рубик, ну, тебе прям дубль надо сделать, 500 баксов фото, 500 баксов лисен, ты бы вообще в респекте там был, ну, просто. Вот, ну, бывает такое, я сейчас говорю, это мое субъективное мнение, я не говорю, что надо там делать или в другом месте делать. Вот, вот, я просто, я просто ошеломлен, если честно. То есть, от таких цен, откуда это все берется, из пальца высасывается и вообще, кто это делает, вот, то есть, мне просто интересно посмотреть, что они себя представляют. То, что если американцы за 200 делают, а у нас за 500, ну, у меня слов нет. При условии, что эти люди, мы вот за 100 долларов это делаем по той технологии и продвигаем, грубо говоря, по ней, если надо. Вот, а люди просто пишут лисен, ну, я, мне нечего сказать. Так, ладно, не будем, мы это самое, это мысли вслух больше. Чисто мое мнение и каждому, кому нравится, делайте, как вам нравится. Так, так, что еще? Есть вопросы? Вот у нас Рубик. Кто больше? Рубик потратил на фотографии, представляете, 500 баксов. Кто круче Рубика? Вот, он реальный чемпион. Вот, но в любом случае, фото у него хорошие, вопросов нет. Но это к тому, что реально можно сделать тоже качественно, просто дешевле. А для того, чтобы это сделать, мы собрали это сообщество, чтобы друг другу помогать. Не забывайте про ревью, кстати, вот мне написал 20-30 ревью. Ребят, по ревью большая беда, просто беда, потому что сейчас продвигать больше на данный момент нечем. Вот, мне человек, который обещал, вот я нашел человека, который обещает 150-300 ревью америкосовских. Вот, там есть шероховатости, мягко говоря, просто шероховатости. Вот, и сейчас я уточняю. Будет, если там все норм, то хорошо. Ну, а так, на самом деле, у меня есть точно железобетонных два человека. Мой партнер Сергей и мой партнер Евгений. У каждого из них где-то по 30-40 ревью, не больше. Вот, все остальное в группе, там есть 10, может, 30 человек еще, которые делают ревью для всех. Вот. Соответственно, больше других каких-то таких вот вариантов. Я не знаю, именно систематично. Вот, чтобы таких действительно. А так они прыгают, эти ревьюеры с места на место. Есть еще несколько человек, которые за деньги предлагают. То есть, в любом случае, можно найти, в любом случае, обращайтесь вот в эту группу по ревью. Она, если опять мы вернемся к таблице инструментов. Вот группа по ревью, я ее поставил на самый верх. Приходите, приводите друзей, чтобы они брали бесплатно товары. Вот. Если они могут заказать эти товары. Вступайте в группу, нормальная группа. Вот. Никак я ее не систематизирую, но просто я не знаю как. Вот человека я забанил. Ислам Каримов. У него там какие-то проблемы, человек мне написал. Но Сергей мне рассказывал, мы нормально с этим человеком раньше работали, что-то у него случилось. Вот как? Что сделать? Я не знаю. Вот. Из-за этого мне сложно составить. Составит белый список. Я могу вам сказать, через нас прошло человек 200-300. Сергей. С октября месяц мы этим начали заниматься. Люди надоедают. Когда ты взял 20 наушников Bluetooth. Когда ты взял, даже дорогие. Когда ты взял 50 спиннеров. Когда ты взял, там, я не знаю. Что у нас там, ну сейчас диффузеры там хотят торговать. У нас там чем хотят торговать? Наколенники какие-нибудь. Water Battle 20 штук. Просто реально там, пауэрбанка в пяток. Вот. Реально надоедают. И все. Сил уже нет просто. Это одно и то же брать. И люди, естественно, когда надоело, они начинают ломаться постепенно. То есть сначала дешевые товары не берут. Даже, смотрите, в группе там, кто подороже товар делает, у того, соответственно, больше плюсиков, что его хотят взять. И я еще раз говорю, призываю. Ну реально, сделайте его с фотографиями, хотя бы конкурентов. А лучше ссылку на конкурента аналогичную сделайте. Вы ему негативный трафик сделаете. Я вот давно все хочу сказать. То есть группу кидайте просто, берете конкурента с Амазона. Вот так вот берете. Там я не знаю какого-нибудь. Ну вот, берете. Хох, хох. Хох. Вот, например, инструментами. Тулом торгуете. Поставили его сюда. Оба. Что там. Вот. Он прогрузился. И хочу 100 отзывов. Вот. На аналогичный товар. Вот такой вот прикол. Вот. Ну это вы, во-первых, люди понимают, что вы продаете. Во-вторых, вы делаете трафик ему. То есть конверсию убьете. То есть в группе 2000 человек. В любом случае человек 200 нажмет на нее точно. Ну я уберу просто. Это, конечно, это. Удалить публикацию. Вот. Ну это такой, такой прикол как бы. Но в любом случае это реально рабочая схема. Вот. Так, еще вопрос есть. Побежал я. Или я побегу работать дальше. Так, планируется запуск товара в сегменте игрушки. Товар под приват-лебом. Какие на ваш взгляд наиболее эффективные методы по продвижению на этом, на этапе запуска. Но не будем говорить про сертификаты, патенты и все остальное. Вот. В любом случае, в любом случае, все стандартно. Делайте классный листинг. Просто классные фото. Нормальный текст. Серв-стерн, там, кейворды, тайтл, бульеты. Правильная цена входа. Правильно проанализируйте свой товар, конкурентов. Это как раз и есть анализ. Вот. После этого, помимо всего прочего. То есть, и цена, и преимущества, и недостатки, естественно. Вот. Цена. Все. Делайте выкупы. Сколько у вас бюджета хватит? Тут уже по ситуации. Если у вас большой бюджет, вы пытаетесь, можете себе позволить вывезти, попытаться среднечастотники. Я вывожу всегда низкочастотники жирные. Вот. У меня такая, как бы, фишка. Я, как бы, по ней работаю. Очень часто, потому что у меня лично заточены высокочастотники, продвигая низкочастотники, которые тоже прописаны. Вот. И часто, и средний, и высокочастотник продвигают. Так что, другого я способа не знаю. Никаких PPC на старте я не запускаю. Чаще всего его запускаю, если есть индусы. Индусы со второй поставки, а PPC с третьей. Если индусов нет, значит, PPC со второй поставки. И опять же, тоже индивидуально покажены товары. Бывает, что товар дорогой, естественно, надо ранее PPC запускать. Если товар, я чувствую, что меня просто раздавать уже не через кого, приходится через точное соответствие делать PPC. Потому что, помимо сбора статистики, есть какие-то другие инструменты. Надо просто головой думать. И надо работать, как это сказать, в ручном управлении. Мы на автопилоте не можем запустить ни один товар. Потому что я что делаю? Делаю просто стандарт. Вот у всех одно и то. С вариациями просто. У кого-то фотографии круче. Человек денег больше потратил. Или просто реально сам имеет вкус. Имеет классного фотографа за недорого. То есть, написал классный лисен. И товар недорогой. Здесь одна история. Бывает все наоборот. Бывает все переделать надо. Бывает товар дорогой. Здесь тоже надо. То есть, все вот просто. Когда люди обращаются за консультациями и всем остальным. Товар дорогой. Вот тем более. То есть, тут. Ну, это не дорогой товар. Дорогой товар за 50, за 100 долларов. Туда. Но это в любом случае накладно уже. И опять же, надо смотреть, какие у вас товарные остатки. Если у вас товарные остатки хотя бы там 500 тысяч. То есть, ну, в любом случае, надо полтос как минимум раздать. Даже вот по такой цене. Привет. Вот. Соответственно. Здесь много-много всяких моментов, связанных именно с нюансами. Опять же, какая ниша. Носок конкурентный. Вы же раздаёте, например, 10 штук. Вы же поэтапно. 10 раз дали по ключу. Смотрит результат. 10 раз дали. Амзван подключили. Я раньше Амзван не понимал. Я раньше брал таблицу и по ней долбил. Вот. То есть, и каждый день заходил на свою страницу. Смотрел, куда перешла. Амзван все-таки он дает действительно экономим время серьезно. И мы через Амзван реально видим. То есть, я закладываю 2-3 ключа сейчас. Один ключ продвигаем, он вышел на первой странице. Я вижу, что тянется за ним. Я второй ключ продвигаю. И чаще всего второго ключа достаточно. У меня уже продвинулись совершенно другие ключи. Я их просто добиваю. Добиваю опять же раздачный или PPC. Вопрос, что дешевле. Что вы считаете будет дешевле и эффективнее для вашего товара? Вот и все. То есть, тут. И мне не нужно на начальном этапе набор ключей, через которые будут мои продажи. Ну, не нужно мне PPC. Это очень дорого. Я не считаю, что это эффективно. Вот. Это я считаю, это очень дорого. Из-за этого. Ну, для этого мы как бы и пишем лестинги, и сидим, работаем с кейвордами, чтобы это все найти. На начальном этапе мне PPC не нужен. А потом, когда уже я начинаю иметь органику, однозначно PPC нужен. И для продвижения и усиления моих ключей, которые уже делают органику, и для тех ключей, которые я буду искать через бро там и так далее. То есть, вот так. Хотел спросить, у вас работает раскрутка кейворд? Нет, не работает. В данный момент ничего не работает. Я вначале рассказал. Вот. По поводу этого. Есть проблемы. Я теперь просто буду по этому поводу вообще молчать. Зарекаться, конечно, нельзя. Но, реально, я не понимаю, какие там сложности. Вот. Вроде есть возможность, но что-то как-то у меня не срастается. Вот. И если будет действительно проверка, я проверю на своих товарах, на товарах там, своих там учеников, грубо говоря. Если все сработает, напишу пост и будем работать. Вот. Пока поста нет. Вот. У нас всегда закрепленный пост. Такие самые последние. Что-то у нас там делаемое. Вот. Чтобы как бы все знали, кому это интересно. Ну и все. Вот. То есть сейчас на данный момент мы делаем лисинги. Посмотрим, какой будет результат. Потому что эти лисинги мы делаем абсолютно такие же для... Очень уже давно. То есть на протяжении уже там... Я не знаю даже какого времени. Я просто все время отказывался и не делал их принципиально. Но вот как бы уже посчитали, что это возможно. Никаких других нет. Я вот сейчас сказал. Исключительно это качественный лисинг, правильные выкупы и все. И PPC. Это рабочая схема. Из-за этого чем будет у нас больше людей в группе по выкупам, тем будем лучше продвигаться. То, что я недавно рассказывал о том, что у людей за месяц там по 300, по 400 отзывов верифай. Ну реально, я вот уже сейчас пообщался с этими программистами. Можно программно делать верифай отзывы. Так что нифига ничего они там не выкупают. Скорее всего. А делают верифай отзывы. Может быть, я имею в виду. Не факт, просто я делаю предположение. Просто, что такое верифай отзыв? Это просто... Вот. Это просто-просто звездочки. А выкупы – это чистая органика, которая влияет на все и на конверсию в первую очередь. А выкуп влияет на конкретный ключ, а конверсия влияет на весь товар. На все ключи, которые у вас прописаны, которые индексируются в улице. Я не знаю, как понять уровень ключей низкий, средний, высокий. Но все субъективно в нашей жизни. Нет такого понимания. Я даже не знаю, какой, наверное, уровень проработки. Ну, все от людей зависит. Просто кто с нами работает, можете там написать в группе. Может быть, какой-нибудь там наш ученик соблаговолит ответить о том, сколько он потратил времени на подбор ключей к своему товару. Может быть, ответит, может быть, нет. Ничего не могу сказать. Если ты работал, уже имеешь навык, большой опыт, в принципе, за день можно лисинг написать. Именно сухой костяк. Я ничего не могу сказать. У нас я пишу лисинги, кто у нас пишет лисинги, мы не владеем языком. Ну, в той степени, какая должна быть. Из-за этого мы отдаем на проверку обязательный человек. Потому что мы пытались много, но не получается. Нет уровня этого языка. Хотя мы их пишем короткими, хотя мы там тоже массу ухищаем, но не получается. Это вот парадокс. Я не думаю. Я уверен был в своих силах, хоть я там язык. Ну, в любом случае знаю более-менее, но мне не хватает знаний вообще. И мы отдаем, даже рядом. То есть, очень много всяких несостыков. Вот. И мы отдаем обязательно проверку, чтобы нас проверяли серьезно. Вот. Только после этого выпускаем. Естественно, могут быть грамматические ошибки. Не надо на это упор делать. У всех. Все могут ошибиться. Это такая вещь. Ну, стараемся сделать качественно. Ну, вот. И качество. Ну, это просто. Вы должны проработать все ключи. Через, там, программы, через тайтлы конкурентов, через все, что угодно. Если более глубокий, например, анализ, это надо взламывать кейворды конкурентов. У меня есть положительный опыт одного из моих людей, кого я консультирую. Он просто выдернул там реально десятки ключей, выбрал одного из топов, у которого было много ключей, и воткнул себе просто, скопировал все и воткнул. У него увеличились продажи в два раза. Но это частный случай. Если это будет массово, если прям реально это будет работать, я, естественно, буду об этом говорить, но это просто вот один из случаев. Но там в любом случае со временем, то есть мы неделю поторговали, действительно все улучшилось, но незначительно, то есть там, ну, 50% продаж там было, грубо говоря, там, я не знаю, что-то там, 7% стало, 12% что-нибудь такое, но не помню. Вот. Там невеликие продажи какие-то, но все равно им много ключей не индексируется, то есть мы их ковыряем. То есть у него не проиндексируются они все. Может, у конкурентов все индексируются? Мы, кстати, можно было, надо сказать, проверить. Вот у нас индексируются, а у того чувака, интересно, там, жасим воткнул, да так же можно индексацию проверить. Ну, как обычно. Ну, с граммолем вот этим, у меня он есть, но не хватает, я говорю. Может быть, надо почитать, как этим граммолем пользоваться. Понимаю, там, делали. Ну, в любом случае, лучше американцам дать, заплатить там эти деньги, я мое, да пускай они делают. Просто они реально, мне приходится просить, потому что, ну, неинтересно, неинтересно человеку там зарабатывать несколько десятков долларов в Америке. Вот, у них все совсем по-другому. Вот, ну, работаем как бы, то есть в любом случае. Есть люди, которые готовы помочь. Слава Богу. Да и времени, опять же, все это проверять надо это самое. Бывает же, надо полностью текст переделать. То есть бывает, действительно, просто грамматику исправили, скорректировали там, времена там, какие-то вещи убрали, добавили. А бывает, действительно, надо глобально. Просто вообще меняет все, потому что вообще не пошло. Лисинг – это как книжку написать. Я вот не писатель. Мне сложно. Я могу вот эту статистику вывести, то есть и потом уже вот рассматривать. И вот эта вся технология, это чисто вот мое, мои наработки. То есть вот что я делал, я нигде не брал, не смотрел. И те программы, которые мы брали, исключительно вот, те критерии, которые мы выбираем, исключительно то, к чему мы сами дашли. И через полгода вполне возможно, мы там совсем все будем делать по-другому. Вот на том уровне, в котором мы находимся, мы всегда и рассказываем. Так, еще вопрос есть? Рубик, ну по отзывам в любом случае, приостановили, не приостановили. Ну что-то режут, что-то не режут. Когда как. И опять мне эти отзывы, я сейчас говорю, я вот с человеком разговаривал. Многие делают левый аккаунт, специально делают правые выкупы. Что просто больше покупок, вот просто сам берешь, тебе надо продвинуть в офигенно конкурентную нишу товар. У тебя есть там возможность, люди, например, есть. Ты им даешь. А бывает, вот нет возможности. Ты просто делаешь левый аккаунт, левые карты. И чтобы тебя не запалить, ты делаешь просто выкупы. Есть, говорят, сервисы, которые предоставляют разные адреса, туда сходится как-то товар, и товар тебе возвращается. Вот. Ну, я таким как бы не занимаюсь, мне пока нет такой необходимости. Вот. Есть такие сервисы, есть там просто как-то там что-то делать. Потому что выкупы – это органика. Амазон видит, что товар выкупается. Ну, такой метод с продвижением. То есть вот он, маркетинг, бейплан. Вот куда деньги наши уходят. Из-за этого звездочки с звездочками. Ну, тут сейчас получается, что программистам проще эти звездочки нам наковырять, чем нам через искусственные выкупы и даже некоторых реальных покупателей просто души. Бред какой-то. То есть амазон просто гайки закручивает. Сейчас как закрутят, потом раскрутят, потому что начнут жалобы, что там отзывы не проходят. Но это как всегда волнами. Сейчас волна борется с нами, потом будут бороться с теми другими. То есть на что другое внимание обратил. Так, я так понимаю, вопросов больше нет. Тогда, наверное, закончим. Всем спасибо за внимание, кто пришел. По поводу патентов напомнили. В принципе, все. Всем удачи, всем пока. До следующего раза. На лайве классного мотажа. Попырится. Потом расскажете все, что было, как было. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.